Продолжая тему копания клубков, просмотрим, как это же действие можно использовать в защите. То есть, на полном, вперед снизу, вперед и вверх. Первый вариант. Когда наносится нам укол в живот, наша задача сместиться с линии атаки. Это ключевой элемент. Иначе все остальное смысл на тряпе. Если своевременно мы не смещаемся с линии атаки, остальные ухищрения в лучшем случае выйдут во воютку. Итак, когда наносится укол, мы смещаемся с линии атаки и также вскидываем руку вперед и вверх. Присоединяясь вот этой частью предплечья к его внутренней стороне. Если все пойдет правильно, ног хорошо ударим, что расслабляет кисть, соответственно мы имеем шанс выбить оружие. Но рассчитывать на это не стоит. Второй вариант. То же самое. Выполняем пустую руку. Та же задача наша. Мы смещаемся с линии атаки и вскидываем руку вперед. Здесь мы открыли и может быть продолжаем. Но не просто вверх. Потому что если не просто вверх, мы можем прямо перед носом лазать. Вперед и вверх. Однако, например, ключевое. Это своевременно уйти с линии атаки. Если у клинок рука будет чуть подвернута, то есть он будет колотен. Таким образом. То, скорее всего, опять же, мы попадаем по внутренней стороне бедра, что будет способствовать к убиванию ножа из руки. Особо рассчитывать на это не стоит. Это возможно. Опять же, то есть если вы своевременно уйдете с линии атаки. Следующее, это когда атака наносится на верхний уровень. То есть, как бы говоря, укол идет в лицо. Здесь мы вскидываем руку так же, как при коварных руках. Но ближе к цели подкидываем локоть. Таким образом присоединяемся к плоскости. То есть, если это будет линомер, то, соответственно, плошь мярно подкидываем, открываем локоть. Обязательно, опять же, главным условием здесь будет что? Смещение с линии атаки. Подкидываем. Здесь мы присоединяемся либо предплечьем, либо в агрессивном варианте. В области локтя присоединяемся, так называемых, либо костяшках, как в ракетах. Что, опять же, будет способствовать либо выбиванию оружия с руки, либо нанесению травмы. Еще один из вариантов возможных. Если мы продолжим подворот, чтобы присоединиться не плашмя, а проворачивая рядом, так сказать, режущей трогой локтей, мы получим каратэшный блок. Но, опять же, чуть-чуть сместившись. То есть, не должно быть, чтобы мы летим, нам просто не хватит. Особенно с учетом того, что здесь оружие. Если с пустой рукой, возможно, хотя бы тоже не будет. Лучше отрабатывать с расчетом, что есть что-то в руке. Соответственно, чуть смещаемся и, опять же, подбиваем как бы режущей трогой по внутренней стороне. На полу. В длинномерии это будет присоединение режущей трогой. То есть, раз. И отсюда пойдет либо удар сверху, либо какой-то другой, как вариант продолжаем. Этим же движением мы можем производить собственную атаку. Например, если я стою, если я просто стою и начинаю движение, как опирогой, и подвернув, либо вариантом мукакета подбиваем, скрыв для продолжения. Либо то же самое, доворачив полностью, то, что называется тетсуи, наношу удар снизу вверх. Тоже рассчитывать особо на него не приходится. Его нужно долго нарабатывать, потому что очень тонкая работа. Можете зацепиться за что-то и травмировать себя. Либо наоборот, просто черпить. Очень тонко, очень важно, уделите нам внимание, чтобы вовремя присоединиться и нанести удар. Тяжело, но, опять же, возможно. И следующий вариант, это нанесение ударов, уколов в середину, то есть на среднем уровне. Здесь мы также скидываем вначале руку, но, опять же, локтевой ключ подбрасывает локоть, он опережает в данном случае руку. И мы защищаемся, так называемым, крылом. Смещаемся в сторону и сбиваем крылом. В длинном мере это то же самое, можно будет присоединяться к этому медленному взлетаю. С подворотом, уходя с линии атаки, сдвигаясь в сторону со всеми возможными продолжениями. Таким же образом можем атаковать противника. Солнечное взлетение, скидывая руку, то есть локоть пошел чуть вперед, либо в солнечное взлетение, либо по плавающим ребрам. Если это все, то же самое, удар сюда, мы как бы взрываемся, то есть визуально взлетели. Если мы говорим про обратный хват, то, соответственно, уносим пол обратным хватом. Либо сюда, либо сюда. Позиция, позиция крыла. То есть это шло, это не так, что сначала скинули локоть, потом сдвинули. Нет. Оружие летит в цель первую. И только потом добавляется все остальное. Напомню, важно будет в момент смещения с линии атаки. Если вы будете любое из этих элементов выполнять, но не сместитесь с линии атаки, то, соответственно, он вас подгнется, вы просто поможете вспороть самого себя, увеличивая локтевой канал. Поэтому это все совершается в едином движении. Уход с линии атаки и в ряд копания фликов. Пробуйте.